Вот, в общем-то я немножко уже поиграл в Gears of War, четвертую часть. Довольно смешанные впечатления о ней, но сегодня попробуем разобраться получше. Кстати, можете попробовать на ютубе посмотреть трансляцию в 60 FPS. Я не знаю, как там все будет, но по идее, ютуб поддерживает 60 FPS без всяких долбанных партнерок, как это делает Twitch и Goodgame. Так, да-да-да, всем привет, напишите, кстати, как звук, как качество трансляции, все отлично, это хорошо. RichoZone1, привет, Sagarax, привет, CrazyK64, да-да-да, всем привет. RichoZone1 играл только в первые две гири. На самом деле, жалко, что ты в третью не играл, там был вообще лучший мультиплеер. Бодрость духа на высоте была, если бы не сегодняшняя работа с 8 до 6. И да-да-да, так и есть. Жизненно, жизненно. Приходишь, мертвый, убитый с работы, пьешь, короче, всяких веществ и начинаешь стримить для вас, дорогие зрители. Все, как всегда. Сейчас оценившись от кадров, да. Кстати, вы уж простите, что я не выходил на прошлой неделе, мы потеряли два стрима. Я заболел немножко, но сейчас уже все, по идее, должно быть хорошо. Собственно, я хотел вам показать Tomb Raider, более современный. Мы же стримили первую часть, и получается, вышло потом переиздание, которое, ну, считается хорошим. И в рубрике Retro Game Act, наверное, на этой неделе мы это и заценим. И Battleborn хотел, но Battleborn считаю. Вот, опять же, из-за проблем не получилось. Но на герсоформу успели. Вот, впереди еще много интересного. Учитывая, что с проверкой на работе не было времени даже пообедать. Бедный Crazy Cat. Но ничего, теперь ты дома, смотришь наши стримы, все хорошо. Сейчас будешь наслаждаться моим нубством и месиловым врагов. Вот, локостов и не локостов. Без разницы. Во, первая карта у нас Д. Я так понимаю, тут две карты. Не надо ремастер-тон Райдера, она не очень. Там есть один не очень, а есть нормальный. Мы постримим тот, который нормальный. Ну, наш главный редактор очень просит. Это его любимая вообще часть. Смотрю стримы, кушаю. Приятного аппетита. Доджбоу, CatGandamRx78, привет! Не забудь подписаться на канал. Да, Доджбоу, это у нас второй режим. Сейчас мы посмотрим на Warzone. Warzone, классический режим Gears of War. Вот. Немножко, это, можно надеть темные очки, чтобы графику не видели. А. Графенум здесь, конечно, блин. Блин, да. Но мы-то играем в игры не из-за графики, действительно. Раньше люди в тексты РПГ играли, ничего и нормально было. Ой, я забыл чат вывести на стрим. Сейчас все настроим. Да, так лучше. Поехали. Кстати, я на этой карте еще не играл. Я играл только на второй, которая на таком заводе. Вот. Собственно, вот этот персонаж, он как раз-таки ничего. Но вот тут есть еще девчонка. Она вообще отвратительно озвучена, блин. Я чуть не проблевался от ее озвучки. Мне, наверное, в страшных кошмарах будут сниться ее стоны, когда она пыркается. Ну, ничего, это все мы тоже сегодня увидим, я думаю. Так. Блин, хочется ему посадить, блин. Найс. Так. Че тут? Это у нас... Да, это у нас обычный warzone. Че, так как-то перезарядился, вообще не вовремя. Немножко палец соскочил с триггера на стик. Тьфу, блин, с триггера на стик, с триггера на бампер. Вот. Собственно... Сами Coalition сказали, что по поводу графики, было очень много отзывов. Прям вот очень много. Если вы считаете, что их не было, нет, они были. Вот. И Coalition сказали, что, ну, в принципе, у нас графен будет в компании. Вот. А так как мультиплеер можно немножко подзабить, мы сделаем его попроще, но зато в 60 фпс. В итоге сейчас мультиплеер выглядит, ну, блин... Чётенько, да, чётенько. Но, если честно, по освещению, по эффектам, по окружению, как-то Gears of War 3 приятнее смотрелся. А вот реально это все уже отметили. По поводу геймплея, собственно, меня раздражают две фи... То, что они убрали много фишек, которые люди любили в прошлой гире. То есть, допустим, был Retro Lancer. Многие любили с ним бегать, я в том числе. Был обрез. Такое нубо-замещение Гнашера, но оно тоже было прикольно, имело место быть. Вот дымовая граната, которая не дымовая, а вонючка, которую кидаешь, и она отнимает здоровье. Здесь её тоже почему-то нету. Потом... Оружие всякие. Было классное оружие, которое выстреливает гранатой в... Под землю, и, собственно, до врага... Ну, с самонаводящимся этой дорожкой. Идёт до врага, в общем. Ну, ладно, я не помню, как он называется, ладно. Пистолет Гаргона был. Ничего этого тут нету. И ты тут, Беренкобо. В смысле, я тут? Да, я тут. В третьей части даже вроде 3D поддерживалось, поддерживалось. Но толку от этого было немного, прямо так скажу я вам. Эх, сноутбил я, два раза промахнулся. Посмотрим ещё, кстати, на режим доджбол. Может, потом добавят? Я очень надеюсь, что потом добавят, потому что было бы очень странно выйдет такой... Даже не даунгрейт, а деградацию серии. Вот. Ну да, какой-то такой раунд непонятный. Отбил двух врагов, и где-то все были. В общем, ладно, окей. Плюс... Надо было бензопилкой. Надо было. Так, у меня там на улице что-то какие-то строительные работы ведутся. А сейчас я закрою окно. Вот, ну, по крайней мере, в принципе, всё работает довольно стабильно, если сравнивать с другими бета-версиями, которые мы видели в этом году и в прошлом году. И всё очень даже неплохо. А уж тем более, если сравнивать с бетой дума, которая вообще всех разочаровала. Какие-то там иностранцы кричат в чатик. Какая-то слишком... Какая-то карта такая непонятная. То есть... Долго бежишь, непонятно где враги. Врагов помечать надо, да? Тут обычно игроки врагов не помечают. Там не ленивые твари. Кто-то... Кому что, я думаю, шикарен. Они там сами с собой так и общаются. Кто они? Всем добра, Лёха, удачной трансляции. Привет, Азе. Можешь замутить иностранцев? Нет, не могу. А, стоп, а может могу? Сейчас посмотрим. Да, могу. Но, в принципе, они не особо говорят. Или вам слышно, что они говорят? Просто я не слышал, что они говорят. Ладно, давайте по-нубски. Я вообще с лансера еще не стрелял в этих бирях. Ну да. Вообще надо бегать со своей тимой. А то один в поле не воин. Нарвешься на трех-четырех врагов. Вот никто их не видит. Нет, потому что никто не помечает. Ну, пипец просто. Ладно, сейчас все решим. Это не думал, скорее обновленный Quake. На Quake не похоже вообще. Quake быстрее, лучше. Ну да, блин. Лансер по-прежнему читерство. Если что, я напишу трансляции, так как нахожусь не дома. Но зашел просто взрос. Ну да, Азия. Азия, наверное, опять собирает мусор по пустошам. Думаю, именно это то, что я ожидал. Да-да-да. Ну, знаешь, если тебе нравится, то хорошо. Почему? Все-таки многим понравилось. Блин, сливаюсь вообще позорно, ужас. Что-то там Юлин Коблоскорбендаун там ведут свою беседу. Немного не понимая о чем. Ничего. Фанат, думаю, я доволен, чем они сделали. Хорошо. Все, мы выиграли. 2-7 царская КД, блин. Ничего, разыграемся. Первый нормальный матч в гирях считать. Там уже люди ранги получили. Походу ранговая система здесь, как в Хейла. Три карты здесь у нас. Ахнулис до третьего уровня. Так, а вот это мы можем выбрать, по сути, какой-то челлендж на следующий раунд. Давайте полторы тысячи. Я думаю, это не очень сложно будет. Полторы тысячи надо будет нам набрать в следующем раунде, и тогда мы получим плюс 500 эксп. Неплохо, да. Так, из лоудоутов у нас лансер. Бери Нобу. А вот Эйс знает, кто я. Ну, Эйс вообще на гамаге больше, там, больше шести лет. Да, уже, наверное, даже около десяти лет. Я не так долго. Я не всех юзеров знаю. Юри надо. Так что не обижайся. Да, надо привыкнуть будет. Так, откуда, 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 блин. Окей, окей. Собственно, у нас здесь теперь не лопусты, а сворм. Я думаю, какое-то более логичное объяснение можно найти этому. Будет уже в сюжетной кампании, либо в комиксах, которые выходили, я комиксы не считал. Вообще не очень люблю все эти расширения вселенных виде комиксов. В Хейл опять от этого тоже пострадал. И в Гирсофор тоже самое творят. Собственно, в этой Гирсофор тоже сделали уклон на киберспорт. Да, здесь появилась такая же ранговая система, как и в Хейл опять, примерно. Ну, я думаю, на Лисе так же. То есть выигрываете матч в плюс, выигрываете матч в минус. Да, вот так вот мы распалили. Закинем тоже в общую толку. Это один, это два. Вообще полный слив какой-то. Надо поаккуратнее играть. Ну, конечно, люди, вот знаете, обычно встречаются такие, которые... Как только бета выходят, они перманентно вот прям играют. Как они набит хороший ранг. Лучшей ранговой системы, чем в Хейл-А3, еще не придумали. На самом деле придумали. Но в Хейл-А3 была хорошая. В Рича была тоже хорошая система. Русской озвучки не будет, русская озвучка будет. Но не в бета-версии. Ну, хоть лепить гранаты можно. То есть, хоть это они не убрали. Лол, свой ник с ошибками выстал танка. Ну да, вот. Я же про это и говорю. Мне интересно, что за додж-болл. Давайте сейчас доиграем этот матч и посмотрим, что за додж-болл. Какой-то новый режим, вроде в гирях раньше его не было. Может, он будет похож на экзекьюшн. Да, полторы тысячи очков. И дальше что-то такое резкое заявление сделать. Надо довольно много кида сделать. Хаммер Бёрст мне вообще не нравится. То есть, он остался как в первой Гирсе Фуор. Хотя, его сделали крутым и скилловым в третьей части. Который стрелял как Дэймар. Убереть, что-то еще два часа. Ну да. Как раз, после того, как посмотришь стрим, пойдешь в Рэши-то играть. Рэши-то вроде хорош, как-то и получился. Блин. Сансу, что ли, побольше делать? Не знаю, или пинг какой-то сейчас был. Ну, в общем, как-то странно. Он вроде не до конца повернулся, но вынес меня. Тем более, чувствую такие небольшие подлагивания. Прям вот так. Ну, не идеально идет. Вот что это сейчас было? Я встрятался уже за укрытие, и он у меня попал. Пинг теперь в Гирс Фуор. Да. Хотя в Гирс Фуор всегда был пинг. Особенно в первую часть я помню, чья команда... Даже по вере так и входила команда, в которой Холст так, короче, и выиграет. Вот. Туда, потому что коннект был лучше. Посмотрим, можно ли здесь самому встать. Да, можно. Хорошо, что мне эту фишку вернули. Ну, хотя на это можно поставить ограничения, когда режим игры настраиваешь. Пинг просто жесть вообще. Не умеешь играть, гони на пинг. Да, так и есть. Привет, сколько я пропустил. Привет, ты еще ничего пока не пропустил. Первый матч играем. Так, это свой. Хорошо, что здесь убралась такая проблема. Вот как была в Ultimate Edition в Гирс Фуор. Что постоянно путались лопасты и свои. То есть, ну, и коговцы. Вот. Здесь, в принципе, враги это враги, а коговцы, союзники это союзники. То есть, мне кажется, ты их точно не спутаешь? Да! Ну, как-то они, блин, рывками передвигаются. Вообще, жесть какая-то. Блин, быстрая игра. Да, динамичная довольно. Почему все так рывками? Я не понимаю, это пинг или что. Неприятно вообще. Ладно, буду в Дефенс играть. Вест Манаут отлично. Найс! Просто вообще. Нет, это просто жесть какая-то. Ребята уже начинают меряться, кто за сколько постримит. Все, давайте выходим. Я не хочу играть больше в Warzone. Поиграем в этот, в Додж-Пол. Да, загрузки не быстрые. Кстати, кто там на Ютубе смотрит? Напишите, есть ли 60 FPS или это все обман. Отлично. RR Connecting Gears of War Services. Найс. Старый добрый шотган, но скопия все еще лучше вариант. Конечно, куда же его денут? За классикой гир. Да, графонии еще ужаснее. Графонии вообще. Графонии не завезли. Давайте гиперсвиновам... Этот как его? Гиперсвиновам... Блин, Эфекзира, хотел сказать. Гиперсвиновам Старфокса, а вы ему рычите. Да, кстати, наши товарищи, паблик, с которым мы дружим ВКонтакте, будет проводить стрим в пятницу по Старфоксу. Приходите посмотреть, кому интересно. Все-таки новую Старфоксу... Старфокс вообще не часто выходит, да. Играет. Играет. Блин, нашел вас, чтобы играть. Веринг, ооо, у меня 60 фпс. Отвече 60 фпс не может быть. Отвече нету 60 фпс. Боджбол Интересно, в чём вообще заключается Доджбол? Тут надо мячик забить Как в Хейло? В ворота? Блин, ну и графон, боже мой Посмотрите на эти деревья Кипец У вас сейчас 60 фпс Ну круто Отлично Их не должно быть, но они есть Я не знаю, в твиче стоит ограничение только на 1080p Если даже так, то так даже ещё лучше Фак Грянка Слови Головой Все, можно на МЛГ ехать На 4К и печеньки 4 печеньки Так, блин Я же выстрелил Жесть Ну болток, да Болток это скилловое оружие Неплохое Им вообще, знаете, можно было, если научиться Ставить хеды только так По графону похоже на корейский шутан Один в один По графону похоже на Говно На Gears of War Один на низких настройках графики на PC Ломай их полностью Да хрен их сломаешь 4К гейминг для извращенцев Sorry, всё правильно Потому что на 4К гейминг Надо потратить Нереальное бабло В чём вообще смысл этого режима По-моему, такой же этот Такой же Чёрт возьми Да Такой же Warzone Ах ты ж Хотел показать модное добивание Но не покажу Чёрт 3 против 2 3 против 3 Этот 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 счётчик Как-то постоянно меняется Отчего он зависит Я не понимаю Надо было хоть описание Почитать На ютубе Вроде быстрее 30 фпс Но B3 тадов Выглядит Очень хреново В смысле B3 тадов Попробую Настройка графики Там какая-то женщина В из чат кичит Калан Привет Сейчас я забаню Эту женщину Но я думаю Что я искаю Её школьной В смысле То есть на ютубе Графика плохая Или битрейт В смысле Твою мать Да как же за бандалек Кто там Да пошёл ты нахер Просто выставил битрейт Как всегда у меня на стримах По идее Должно быть хорошо Напишите Как там с битрейтом Реально А то может придётся Перезапускать стрим Я же волнуюсь Чтобы вам комфортно было Буду как нуб с лансером Сейчас лансерить просто буду Помню была ультимейт тактика Вообще Это ты берёшь Со своими друзьями И форсишь лансер Просто все берут лансеры Стреляют в одного Человека И это была ультимейт тактика Прям Серьёзно С бумом Через всю карту Уже люди научились стрелять Найс В бетку графон не завезли Не завезли Как нубло сейчас поступлю Вхожу в дым с лансером Эта тактика Не работает почти никогда 720 Эпи 2700 Килобит КДС Тьфу Блин Да Так всё и есть Всё правильно Ты вич не врёт Просто если я буду в 1080p стримить И 720p Это будет никому не нужно Потому что у нас нет партнерки с твичком Вообще странный режим А, 5 на 5 Стоп Тот был 4 на 4, да? Или Или тот тоже был 5 на 5 Школьники захватят этот мир Норы С 3 норм идёт Хорошо Да Знаете, школьники иногда играют лучше, чем Батьки Потому что у них Больше времени особо было Почему никто не помечает врагов? Почему? Видишь врага? Нажми на стик Блин, на левый стик Неужели так сложно? Может кто-то просто не знает Об этой функции Которая есть ещё с третьих гирек? Или даже со вторых нет По-моему, всё-таки с третьих Хотя бы дымы не спрайтовые Как у Mass Effect Ну так ё-моё Спрайтовые дымы в 2016 году Это был бы совсем позор Хотя я уже ничему не удивляюсь Давайте посмотрим на это новое оружие В чём его прикол? Понятно Халтура халтурой Обычный гранатомёт А я-то уже дал Вообще хрень какая-то полная То есть Ну чем этот режим отличается от Варзона? Три кадра анимации Прямо в глаза Прямо В мозг Даже Ну блин, ну пипец Посмотрите на эту Сзади вот На эту скалу Боже мать твою В Mass Effect Первом заднике И то лучше выглядели А на водопадик Давайте посмотрим на графон Ясно Скукотища Да чё скукотища Привет Криби Чё-то там скукотища Это гирсу фор Классик Гавчаги атаки У меня появилась Теория о звёздах Ах Взбуты Не реально Этот режим вообще какой-то Не знаю Он ничем не отличается от Варзона Забавно выглядело как как мне этот бум под ноги прилетел я понял что это за режим по моему тут все лишь одна жизнь интересно какая там сюжетная компания получится давайте еще раз на этой карте рифка по моему хуже чем во второй части насчет второй части нибудь зарекаться я давно ее не видел но скажем так в свое время на xbox 360 когда выходил Gears of War никто никогда ни разу не верил что в нем графика говно потому что там графика на тот момент была отличная без мата пожалуйста да наш суровый гиперсвин сфикер башка интересно так сюжетная компания будет про сына Маркуса я думаю это уже ни для кого не секрет который почему-то похож на Берда как две капли воды и не надо мне говорить что Аня блондинка он тоже блондин и все нормально он похож на Маркуса а вот что-то тут не чисто сорян значит стримеру можно а мне нет у стримера эмоции когда его подрывают бумом под ноги лучше всего лучше всего в первых гирях была световая гамма да ну нет чё ну хотя она была атмосферная да более такая хоррорная если так можно выразиться вот но если даже брать атмосферу цветовую гамму она там была посерьезнее чем во вторых портретах гирях то все остальное там было хуже я точно тебе скажу разлансерил самый крутой сюжет был конечно же в Gears of War 2 тут это по моему единогласно сейчас если будем голосовать так там этот он тролль я скоро вернусь наверное давай давай серо-коричневый тона си да я даже сказал серо-синий чёрные какие-то такие ну да да не было звука попадания в меня дротика в Gears of War 3 вообще так не проблем не страдал вообще ощущается неприятно серьезно я понимаю что это бета но вряд ли вот всегда с бетами почти ничего не меняют в финальной игре то есть в принципе мы сейчас имеем готовый мультиплеер от Gears of War 4 просто как бы в такой демо версии и мне он не нравится то есть ну он ощущается не так плавно как ощущался Gears of War 3 озвучка в деваххе правда так себе сейчас мы ее попробуем взять если тут можно конечно сменить персонажа и немножко послушаем в первый гирь в первый гирь как сюжет отсутствует там был обычный такой сюжет боевичка то есть ну зачем боевичку сильный сюжет когда ты хочешь идти и стрелять и тебя грузят диалогами там на три страницы очень сыро выглядит да очень сыро выглядит и некрасиво нового лога с логом Gears of War дожились нет 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 это это самоубийство я щас обойду немножко а что здесь почему-то не всегда подсвечивается актив релод я не понимаю с чем это сказано опа взяли живой щит почему-то им здесь никто не пользуется но эта штука была довольно полезной кстати а потом можно было вот так вот сделать если выйти ему на голову гранату и пустить его вперед на гранату нету я не знаю осталось ли здесь эта хишка вообще щас бы болток был просто шикарен проклятие Unreal Tournament 3 ты имеешь ввиду что именно то что он выглядит не сыро я не думаю что это проклятие Unreal Tour да что ты сделал вот нахер он мне сейчас труп вынес я стоял все было хорошо он взял начал меня же расстреливать боже мой ну чё за баклана просто стартовая игра да и много игр того времени в такой гамме были нет на самом деле как бы это было задумано клик Близинский говорил что он действительно хотел сделать ее с такой атмосферой с какой она вышла а потом он подумал что если он сделать такую более менее давящую атмосферу более мультяшную что ну не мультяшную а такую светлую то будет лучше в принципе да мне кажется так лучше бежка были неисправимыми проблемами с цветами извините меня Gears War 4 идет на том же движке то есть он грубо говоря идет на вроде бы Unreal 3.5 да и какая разница Unreal 4 от Unreal 3 они не сильно отличаются и никаких тут проблем с цветами нету а вот так вот я не знаю где ее поменяли кстати теперь можно делать механику активной перезарядки полной обоимы круто прям по эмолджичному да да поменяли то есть если ты сразу наверное полностью обоимы перезарядил то ты уже наверно не можешь перезарядить какие-то отдельные патроны акция прилода в Unreal 3 еще играют даже я ничего себе я не думал что кто-то в него играет есть подозрение что мы не не уе4 я вам серьезно говорю то есть Unreal 3, Unreal 4 и эти движки они вообще вот идентичны то есть по сути там была одна разница это глобальное освещение которое не тянули не тянут сейчас некоторые компы ну то есть реально только очень мощные компы тянут и консольки не тянут то есть из-за этого освещения все окружение выглядело супер-убер реалистично вот все больше ничем Unreal 4 от Unreal 3 что ты блин Unreal Engine 4 от Unreal Engine 4 ничем не отличается а реально только вот этими вещами ну и еще да еще у него SDK вроде бы удобны но тут еще я следить не буду потому что я не разрабатываю ничего и не буду наверное разрабатывать а а а а а а а узнал на вики что мультиплеер и сингл делают разные студии по-моему делает Coalition и то и другое всё а а а но и и и и а мы и мы как все эти маты зацензурят у нас в русской локализации. Я надеюсь, можно будет переключить на английском. А этот герсофор на русском, это вообще муть, ужас, мучение. Выиграли, да? Хорошо. Ну какие у нас игры, на андрею четвертом выходили. Их довольно мало, и в основном это касается Индии, потому что в обращении он такой же удобный, как и Юнити. И там стоят какие-то очень такие френдли ограничения, которые позволяют разработчикам спокойно выпускать на нем игры. Вот. А так, ну серьезных игр на андрею четвертом я, может, если сейчас вспомню, то сто процентов расшибусь. Но их реально немного. То есть даже Бэтмен Аркхом Кнак, Бэтмен Аркхом Найт, окей. Вот. Он на андрею три с половиной. Больших крайне мало, если вообще есть, есть. Плевик, я знаю, фолловинг, есть. Молодец, Плевик. Плевинг. Мало пока, да. Мультиплеер так себе пишут. Мультиплеер надо прочувствовать. То есть, ну это классический мультиплеер Gears of War. В такой, в 60 фпс, в 1080p. Не больше, не меньше. То есть, они убрали много крутых фишек, которые, я надеюсь, они все-таки вернут. Которые реально разнообразили игру. То есть, ну, помимо вот этого странного гранатомета, которым вообще, по-моему, нереально кого-то убить. Они ничего не добавили. Taken 7, Street Fighter V, Hatred, Daylight. Ну, Hatred и Daylight, я думаю, откидываем, потому что это такие сайд-скроллеры. Ну, Hatred это вообще трэш какой-то. То есть, я знаю про эту игру, но она трэш. Daylight нахрен. Taken 7 еще не вышел. Street Fighter V на Unreal 4. Да, это точно, это я помню. Хорошо довольно-таки выглядит. Играется тоже. Мультиплеер делает сплэш-дэмэдж. Single, Coalition. Это и дебют. Криби. Если не считать переиздания гирь. По-моему, переиздания гирь тоже делали сплэш-дэмэдж. Нет, стоп. Да, все, я вспомнил. Точно такая же штука была и в переиздании гирь. Мультиплеер делали сплэш-дэмэдж. А, этот, как его? Блин. А, компанию делали Coalition. О, да. Послушайте, послушайте. Ладно, окей. Вот. И, то есть, блин. Отвратительная баба, вообще ужас. Это, если честно, когда я первый раз зашел за нее поиграть, мне это сильно отвлекало и не нравилось. Почему вот, когда были прошлые... Так. Это нехорошо. Почему, когда были прошлые персонажи, не было такой раздражающей темы? Прошлые женские персонажи, я имею в виду. Так. А, хрен тебе. Стоп, он попал. Ничего себе. Почему нет звука, когда в тебе летает патрон? Он был во всех частях. Больше стонов. Ну, я не знаю, про что ты говоришь. Аркада это вообще такой отдельный жанр. Если ты говоришь про маленькие проекты, маленькие игры, то они, ну, допустим, для PlayStation'а очень хорошая платформа для них. Разработчики это не раз подчеркивали, что выпустили игру в Steam Greenlight и в PlayStation Store, допустим, в PlayStation Plus'е под раздачу. Это хорошая перспектива. Ну, и опять же, так говорят разработчики, игрокам это нахрен не нужно. То есть, можно спокойно пользоваться PlayStation Plus'ом без этих долбанных игр, этих долбанных шедевров. Давайте попробуем кого-нибудь с этого убить. Я не думаю, что у нас получится. Что? Что за говно? Как с этого... Все, кончится патрона. Блин, 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 блин. Давай, давай, кувыркайся. Баунс. Болл баунс. Не получилось. Ну, ладно, окей, может это не такое говно, но оно очень странно стреляет, надо подумать. Немножко разобраться. Вы знаете, вот этот хайп весь связан с Gears 4, когда показывали добивания, которые один в один выглядели как в прошлых частях. Я не понимаю, зачем их показывать. То есть, ну, понятное дело, что это были такие сливы запланированные. Вот. И эти добивания, они выглядели не хуже, не лучше, они просто выглядели как в прошлых частях. В Джаджменте их убрали, вернее, их не убрали, просто сама игра была еще быстрее, чем четвертый Gears of War. И, ну, мультиплеер четвертого Gears of War. И в Джаджменте просто было, ну, не, не зачем делать эти добивания, но они там были. А сейчас мы их так распиарили. Да был хайп, слушай. Постили два дня по несколько роликов в день с одним добиванием. То есть, ну, даже если хайпа не было, то его пытались искусственно создать. У нас на сайте каждая новость Gears of War хорошо комментировалась, набирала много плюсиков. Еще-то мне не хочется сюда идти как-то. Черт. Я понял, что это за режим. Этот режим полное говно. Это как... Как обычный Warzone, только с одной жизнью. Какой в этом смысл? Это точно так же, как и в Halo 5. Этот режим Breakout выделили в отдельное. В отдельный режим. Да, простите за повторение много слова режим. Вот. И сделали это крутой фишкой. То есть, здесь есть ранговая система и в Warzone будет ранговая система. И они будут отличаться. То есть, как будто в один и тот же режим, но с одной жизнью и там, не знаю, с... Там, допустим, с десятью жизнью, ты будешь играть как-то по-разному. Так есть, нарочно же сливали все эти добивания. Так как слив в году в Warzone 4 тоже нарочно был сделан, пытались создать хайп. Но получилось не так себе. Так, а что я с кем-то в скваде, что ли? Он меня сейчас предложил в сквад вместе со мной дропнуть. Игра главная экс-майков, поэтому и популярность. Я бы сказал, последняя надежда майков, если не учитывать скейлбаунд. Потому что майков все сейчас плохо. Если честно, пока эта надежда так себе не очень. Слушайте, а реально у меня с нами тоже три чувака. Гипер гну, эпикор, отлично. Хорошо, у нас стив темплей. Ребята, вы в чатике, это я человек-то вас не заметил. Я прям даже не заметил, как вы присоединились. У нас тут один вообще в серебряном этом дивизионе, если можно так назвать. В серебряной лие, да. Три чувака, да. Ты гипер гну, да, я тебя вижу. Хорошо, хорошо. Ну все, сейчас мы будем тащить. Уж простите, что я как-то у вас это... Экс-майков, лоу. Экс-майков, который выйдет на Windows 10, скорее всего. А может, и не выйдет. Но если он выйдет как Quantum Break, то он нахрен никому не будет нужен, кстати. В том плане, что выйдет, он не будет работать. И вот знаете, когда переключаешь камеру вот с карты, вот это мут непонятно, мыло вот это. Куда он уберется? За стопутовый баг какой-то. Экс-майки уже просто, знаете, такое смешное выражение стало. Ха, Экс-майков, да, ну не. Ну и что, у нас зареспаунят когда-нибудь? Все. Найс. Это мы играем, по-моему, за вот этого нового персонажа, да? Я даже не знаю, как его зовут, мне насрать. Мне нравилось, Дельта-Сквад был крутой. И даже, знаете, вот, я вообще их не понимаю. Они выпустили, вернее как, Эпик Геймс выпустили потом крутейшее дополнение, которое называлось Shadow of Run, где был второй сквад с бородатым чуваком, там, с женщиной какой-то. Ну, в общем, тоже такими колоритными персонажами. Но про них просто забыли. И они начали делать следующую часть про каких-то левых персонажей сына Маркуса, на которых все досрать. Вот. Могли бы сделать про этих крутых персонажей, которые были в Shadow of Run, они были очень колоритные, очень классные, интересные. И про них было интересное дополнение. Вот. И ты на Европе играешь? Вроде бы, да, вроде бы на Европе. Да, дополнение было для Gears 4 3, если что. Если кто не знает. Вот. И получается, что они начали развивать новую сюжетную линию, а про тех вообще забыли. Это вот все, знаете, вот Клифф Ближинский, он же бок шутеров, всем это известно. И мне кажется, что все-таки он носил большой вклад в Gears 4. Я помню самую первую презентацию Gears 4 1, когда он вышел на сцену. У него, знаете, с огнем в глазах говорил, вот, ребята, я придумал автомат с бензопилой, смотрите, как это круто. Им можно пилить людей. Показывает этот геймплей, и все, и всех все взрывается. Блин, как это было круто. Вау, там все, понеслись предзаказы. Ладно, окей, предзаказы, тогда еще, блин, разве это? Вот. Ну, в общем, всем понравилось. Потом он выходит, говорит, ребята, во второй Gears of War я придумал огнеметы. Все такие, вау, ничего себе. Да, это выстрелит. И это выстрелило. Плюс там был офигенный сюжет. Очень драматично, классно. И вообще, там сама игра была вообще красивая. Входит в третий, в третий раз и говорит, вот, смотрите, крутой мультиплеер. Как бы, ладно, окей, сюжет получился не очень. Мультиплеер-то, блин, нормальный. И все, да, да, мультиплеер хороший, да, не спорим. Это я, может быть, Альберто-22182. Тьфу, блин. Короче, ладно, Альберто, спасибо за подписку на канал. Сделал правильный выбор. Может, я немножко утрирую, но и среди фанатов было именно так. Нет, все-таки презентация с лансером, когда он говорит, ай, пацаны, я придумал автомат с бензопилой. Реально была. Можете загуглить. Это было примерно в 2005 году. Вот. Ну, а потом уже, как бы, я думаю, что именно он делал Герсфор все лучше и лучше. А потом Майкрософт просто, как бы, взяли и ну, такой, знаете, немножко закатывающийся проект, который должен был просто взять и закончиться, потому что все есть начало, все есть конец. Стали его просто выдаивать. То есть эти геймс, как бы, умерли своей нормальной родной смертью, а Майкрософт пытаются его возродить. Взяли, вот, создали этот коалишн, который непонятно что делает. То есть, ну, я не могу сказать, что там Ultimate Кирсфор Ultimate был как в кровенном трэшем. Нет, он был не трэшем, это была хорошая игра. Вот. Но все-таки устарело. Реально устарело. Когда играешь в Ultimate, постоянно навевает такое чувство устарения. Потому что все, ну вот, я поиграю в это еще пару матчей и не буду в это больше играть, потому что устарело. Я это все уже видел и наигрался в это все в 2006 году. Или станет богом фри-то-плей? Надеюсь, нет. Надеюсь, он выпустит игру по нормальной цене, выпустит ее на консоли и все будет хорошо. Что-то я вообще плохо играть стала. Вот это вот да, бипец. Да. Герса Фу родилась вообще из демки третьего анрива. Я в курсе этой истории, да. Вообще, каких-то сильных врагов мне закидывает сегодня. То есть, моя тимона это откровенные дебилы. Просто посмотрите, они ничего не делают. Просто сидят в укрытии и... Ну, да по счету видно, что они ничего не делают. ДК и Фейбл загнали в усмирь. ДК, ну, знаете, Фейбл никто не загонял. Ушел Питер Мулинье. Вот. И его оставшаяся команда, вот, которая... Черт, я не забыл, как она называется. Позор. В общем, которая еще Блокен Вай делала. Черт. Ладно, короче, в общем, они пытались что-то сделать. Сделали ужасно Фейбл 3. Вот. И получается, и потому что мы людей не было, Фейбл тоже умер. Вот этот Фейбл Legends вообще очень странная игра. Она напоминала какую-то смесь недо-ММО с недомобой в сеттинге Фейбл с очень красивой графикой. Абсолютно каким-то таким ватным геймплеем неинтересным. Не знаю, хорошо ли, что Фейбл Legends прикрыли или нет. Может быть, в итоге бы что-то хорошее из этого получилось. Но извините меня, она была год в этой бета-версии. Неизвестно, сколько бы она еще была в бета-версии. Дизайн с графоном был неплох. Да, дизайн с графоном были хорошие. ДК это ты про что? ДК и Фейбл. Бью Ренобу. Для меня ДК ассоциируется с Дэд Кнайтом в Варкрафте. Я все еще бели в нормальный Фейбл. Гиперсвит не белифь, иначе расстроишься. Сделали бы просто сингл-игру с коопом. Фу, год. Дотка пятый год в бете. Ну, извините. Ну, блин, понимаешь, как бы Кэт Гандам там всем насрать, все играют, проводятся турниры. Извините за мать, ну, посмотрите просто на подгрузку этого сформа. Хотел сказать, Локус-то, но это уже не Локус. Он грузился где-то секунд двадцать. Ну, моделька прямо вот у него ничего. Ну, посмотрите, вот зубы у него там торчат. Чешуя на голове. Прикольно. Страшно, мерзкий, как и должно быть. Давайте побегим с нашими тиммейтами. я не хочу как бы один. Вообще, я играю, блин, с друзьями, то есть... Ну, жесть вообще, помню. Вот меня спас. Дипергну, дипергну, молодец. Блин, формат, конечно, не позволяет, но все же, помню, в году четвертом появились первые кадры третьего анриела в игрожурах. Как раз были скины из будущего Gears of War. Были? Нет, реально, вот. Просто после третьей части что-то пытаться делать с Gears of War, это очень рискованно и спокойно может провалиться. То есть, ну, я не скажу, что Gears of War 4 обязательно провалится, но пока то, что я вижу, мне не очень нравится. Все честно. Согласен, я поиграл в Godos, я даже не поиграл в Godos, я пытался раза 3-4 понять его и начать играть, но, по-моему, это какой-то лютый трэш. Я не знаю, может я ошибаюсь, но в Godos говно. Там, ну да, есть вот эта оригинальная одежда, ты типа бок и можешь влиять на судьбу людей, которые тебе поклоняются. Вот, но, если честно, такая похожая игра на мобилках была, я не помню, как она называлась, правда, но смысл был такой же, один в один. Странная штука, странно, стреляет, очень странно. Возможно, я пойму, что дальше, как с меня стрелять, но не в этом стриме. блин, это же чувак, лох. А может, я, может, не лох. Нет, не лох. Ну, что-то как-то странно, он долго у меня с фансера стрелял. Но я что-то как-то не навелся. на самом деле, жалко, что Клим Ближинский ушел за Пигеймс. Может быть, даже, знаете, если он не захочет сделать что-то хорошее, не фак, что у него это получится. очень странное оружие, этот гранат. походу, там выстреливается граната, и она летит до зоны взаимодействия с врагом и приземляется в землю и взрывается. То есть, ну, это просто я, вот именно, куда она летит. Непонятно, непонятно, непонятно ее траектория. Тебе же супер рейзеровский геймпад, давай нагибай. Да че, блин, нагибай. Я уже не тот. Тем более, я еще постоянно пытаюсь, как бы, это, ну, начать активно на консантироваться. Не, кстати, я сейчас играю с рейзеровским геймпадом, но он крутой. Мне с ним удобно играть. То есть, там удар почему-то очень сильно развелось бугурта в комментариях из-за того, что это говно и рейзер вообще компания, которая делает трэш. Нет, рейзер это не компания, которая делает трэш. Согласен, была онза, которая развалилась в руках. У меня у самого была онза, которая развалилась у меня в руках. Но, тем не менее, у меня рейзер-нага, мышка, в которую очень удобно в РПГ играть. И она у меня уже третий год. И пока что работает без нареканий. Я думаю, что у рейзера это как лотерея. То есть, попадется хорошо, не попадется. что делать? Мигач, подписывается на наш канал. Ура! Я догоню тебя. Но даже если догоню, не факт, что убью. У рейзера уши хороши. Нет, уши есть намного лучше. Есть, рейзер Кракен. Я долго смотрел в их сторону, но сделал выбор в пользу американской компании Астро. И решающим фактором, почему я выбрал их, а не Кракена, было то, что Астро А50 можно подключить к любой платформе. Абсолютно к любой. Даже к телефону, если будет желание, но зачем? И у них имитация звука 5.1. Это реально чувствуется. Я с ними уже полтора года. Они мне очень нравятся. Наушники офигенные. В Ларку ты тоже на Разере играл, да? Именно так. Посмотрим, сколько я там понавдывал. Ничего себе, я первый в нашей команде. Ну, нормально. У меня даже плюсовой КД. И мы сейчас сольем, да? Да, мы сейчас сольем, потому что у нас остался вот этот один чувак. Сейчас посмотрим даже, кто это. Это Эпик Корф. Да, тащи корова. Тащи Корф. Я знаю, ты сможешь. Ты на стриме, на тебя сейчас смотрят целых много человек. ты должен затащить. Авейтся, авейтся, не выходи с ним один на один, то есть расстреливай их максимально с далекого расстояния. У него видишь, что? У него, блин, взрывчатка. Ну, ничего, ничего. Он сражался до последнего. Братер, студент. Крутой был слуга. Нет, все-таки я побегу с ланцером. Вообще, конечно, если брать вот такие про-контроллеры, супер-про-геймпроды, и если даже откинуть вообще точно стиков, то они больше подходят для Хейла и таких Хейлоподобных шутеров, потому что у них есть дополнительные кнопки, которые выручают. В Хейла это вообще жизненно необходимо, то есть в Хейла нельзя просто играть без этих кнопок. Вот, но в гирях, допустим, они не очень нужны. а вот в Хейла нужны. Но точно из стиков посмотрите на это размазанные размазанные текстурки везде, они вот прям вылазят в глаза очень неприятно и отвратительно. Еще посмотрите, какой стал вот этот четкий режим, то есть так неприятно переключается, когда нажимаешь на кнопку. То есть раньше он так плавненько плавненько а сейчас нет. Попробуем поставить хед с болток с хедами в гирях у меня вообще всегда проблемы были. Тут такой прицел, но тут сложно снаперить. Хейла намного легче. Черт. О, у нас тут этот арбалет. кстати, выстрел арбалета звук выстрела поменяли и он прикольный вроде бы. Сейчас еще раз послушаем если меня не убьют. а если меня не убьют была хорошая фраза. Где мы уже стали уже шесть жизней просрать? Ладно, одна из их моя была. Что делают мои напарники? Да, он там дипергнут тащит. Коров тоже тащит. Мы тащим. Наши тиммейты не тащат. Опять сейчас особенно тоже тащил. Отлично. Ну ладно, все, надо собраться. Че, че, блин. Так. Нет, лично их обходим слева, справа. Грогер! В общем-то, блин, 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 надо текать, надо текать. Нет, ты меня не запилишь, не запилишь, не запилишь. Ни в коем случае. Воюжишь. Запилить меня хотела. С текстурками здесь вообще капитальные проблемы. Они не подгружаются. Это обидно. Че я делал? Зачем я это сделал? вообще вот что они сделали? не понял. Че, 2-0. Мы выиграем. Шучу, не выиграем. выходим. Да, swat with us и находим более слабых врагов. Как говорил один мой хороший товарищ, если хочешь на хорошие себе коды и хороший ранг, находи себе слабых врагов. текстура елок шикарная. Мне дали бронзу. Бронзу 2. Ну, хоть не самый лох. Кстати, дорогие друзья, у нас вот скоро завтра сегодня ночью, может, ну, скорее всего, завтра будет пятый выпуск нашего подкаста «Диванная аналитика». Это я вам так просто напоминаю. что-то вроде дают за 20-го бете, да, дают скины для оружия и персонажа. Харбор. прикольно, он так не спасло, но прикупировал он так красиво по рекламу. Мы так тоже можем. генашер лежит как пауэр лопан. Круто. Всю жизнь мечтал. Сейчас ко мне прибегут. Та ёмая, ну блин, ну почему не работает выстрел, когда только сразу высовываешься? всю жизнь работал, а сейчас не работает. Да, микроеки уже здесь стали более скиллованными. Это все задроты, знаете, из Ultimate Edition пришли. Просто вообще монстры, ну блин. мы сливаем прям капиталом. Мы сливаем прям капиталом. да, вопрос пытаться поставить хэдшот это смело. смело, но глупо. Со снайперки. Ну, этот чувак с шопганом хорошо обращается, он баунсинг у него прям на высоком уровне. Ладно, сейчас разыграемся. кук Почему? Хоть не поставься, интересно, сейчас. Так, я думаю, что один из них обойдет. Да, ё-моё! У нас вообще один АФК, ну, как обычно, блин. Да, прям гранату к нам на резку закидывает. Отлично. 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 ключик стену здесь уже никто не прижимается это но когда за угол заходят кого-то зацепил анимация распиливания со спины один в один из прошлых частей точно также персонаж оглядывается назад вообще и пилот Смотрим, как Дипергенов сейчас пытается тащить. Он один остался против всей команды. Почти всей. Ну ничего, хорошо держался. 0-2. Даже ни разу не затащили. Что-то там с микрофоном у кого-то. Дипергенов. Дипергенов. Так, вроде все те же у них только один вроде вышел. Дипергенов. Да блин, зачем? Ничем я вообще на этот лайнсер сменился. Не надо было. Вообще не надо было. Да, очень страшно выглядят эти сваленные камни. Да. Да. Ну да, да. Рядом был свой. Иван Ичаев, привет-привет. Где Грена? Я видел, они тут заресались. Наверное, кто-то взял. Ну да, вообще не вариант, конечно, выходить из-за угла и выстреливать. Больше эта тема не работает. Так, вон там этот. Блин, ну чё сего. Почему, кстати, неужели я теперь под этим, под лайнсером не замедляется враг? Все испортили, ну вообще жесть просто. То есть они испортили, конечно, но почему-то некоторые вещи убрали. Бум-шот. Бум-шот. У нас ещё две жизни, а у них один человек. Сейчас я... Вон, нет, это не он. Даже с бум-шотом не успел выстрелить. Ну ничего, затащили этот раунд, конечно, да. Всё, по-честному, у нас был один бот, и у них был один бот. Попробуй Грена забрать. Так, стоп. Тут дыма в игре набирают. Зачем мне нужно вообще? Ужас. Вдали как это всё размыли, наверное, некрасиво, вообще-то, ужас. Так вообще, я не знаю, это фишка, как там вот МЗ-15, что вблизи всё рендерится в 1080p и вдали, там, чуть ли не в СМС-120. Да. … Хм, хм, хм. Играет музыка. Так, обойдет, не обойдет? Хрен его знает. Может, и обойдет. Блин, вот эта фишка какая-то новая, что не вытаскиваю. Так, вот из закрытия. Блин, прикольно, кстати. Немножко помог. Я огнем ставим серым. О, блин, не заметил. Вот так и сам сидел, так и ждал крысу. Вон он там сидит. Спался, я нашел товарища. Супер точно, конечно, да. Вон он. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Сейчас пригласим наших друзей. DimaTorzok. 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 Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Я что-то прослушал в начале стрима, или я вам просто не так понял. Будет делать гиперсвин в пятницу. Разот только. Ну давай, да. Как раз, сейчас один матч сыграем и все. да все-таки надо было им что-то прикольнее придумать бета не сильно оцепляет если честно тот же самый гирсуфу вообще абсолютно только с вырезанными фишками которые нравились всем в третьей части так гипергнут заходишь так как кор взошел отлично сейчас дипертон зайдет анри лазови анрил не придет там не спит вроде играет или во что-то другое сейчас попробуем ботов подстреливать думаю будет примерно то же самое так а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...